на ваш взгляд когда говорят о переговорах хороший переговорщик это какой вот какие навыки как как можно описать что и что что относится к хорошим навыкам сильным навыкам переговорщик а мне кажется что хорошие переговорщики это люди которые хорошо разбираются в других людях хорошо их ощущают тонко чувствуют и это наверное без этого вообще хороший переговорщик вряд ли возможно в моем понимании плюс к этому наверное много чего еще надо для того чтобы быть совсем хорошим переговорщиком наверное много чего надо знать и уметь обладать наверное эрудиции в том или ином предмете потому что аргумент в переговорах это тоже такая серьезная вещь и ты должен ими владеть но самое важное вот мать моя точка зрения что самое важное это такое вот сверхчувствительность я много встречал людей которые считали что они успешно провели переговоры ведь но успех переговоров он не в этом состоит чтобы воде одна из сторон переговора получила удовольствие и вышла с ощущением что она успешно их провела все черти они в последствиях что потом происходит если переговоры идут сильной стороной если вы заведомо знаете что вы слабее вот есть какие-то может быть идеи рецепта или таскать какие-нибудь были ли такие у вас ситуации и если что посоветовать если вы переговариваетесь с очевидно более сильным с властью лет с кем-то кто облечен более сильными ресурсами на самом деле конечно это и это иллюзия что легко вести переговоры когда у тебя сильная позиция потому что ну вот опять же что является предметом переговоров когда предметом переговоров является какая-то разовая сделка условно условно купить продать да и ты понимаешь что вы сошлись поторговались разошлись и забыли друг о друге а если потом и встретились то это будет снова какая-то отдельная разовая операция это одно другое дело когда ты ведешь переговоры о том чтобы дальше вместе долго что-то делать и тут вот совсем другая совсем другие переговоры и тут будет ошибка передавливать потому что она потом может концу концов тебя привести к отрицательному результату да ты отдавил того кто был в более слабой позиции воспользуешься этим но ты потеряешь стратегически потому что потеряешь партнера да мне кажется я таких случаях во-первых переговорам всегда относился бы гораздо более ответственно и и вот тут уж точно важно не передавить а найти общий интерес если ты с кем-то ведешь переговоры о том чтобы долго совместно делать какое-то совместное предприятие или какой-то сложный вид деятельности сложный вид бизнеса бизнеса который подразумевает ваше будущее взаимодействие на долгую перспективу это мне кажется если ты умный переговорщик ты не ставишь перед собой задачу от давить оттоптать там отодвинуть и и так далее ты твоя основная задача в этих переговорах сформулировать общий интерес и вокруг него как-то договориться и убедить своего партнеров в поиске этого общего интереса если ты умеешь переговоры перевернуть в эту сторону то тогда ты успешный переговорщик интересно что получается и слабая позиция может если вы если вам удалось перевернуть переговоры в длинную перспективу она перестает быть слабой момент в принципе начинаете разговаривать да вот простая ситуация когда это речь идет о какой-то разовой операции рады разовой сделки от каких-то какой-то короткой очень истории то там ну в 90 процентах случаев там побеждает сильнейший и с позиции слабой довольно тяжело ввести переговоры ну только и аргументы здравый смысл и так далее и это довольно мало интересная история нет у тебя аргумент слабая позиция ну конечно это все равно что попытка там что-то задорого продать монополисту или за дешево купить у него но монополист он монополист он диктует цену все остальные этой цене подчиняются ты можешь хоть танцевать хоть петь красиво да но монополист он своими на пластической позиции как правило наслаждается в полной мере но но если речь идет о каком-то долгосрочном сотрудничестве то вот тут у тебя уже твоя позиция она может быть на старте не такая сильная но если твой партнер умен они просто силен и тоже понимает толк в каких-то долгосрочных отношениях тут уже вы с ним вместе должны найти общий знаменатель и и тогда эти переговоры будут успешным потому что повторюсь такой истории успех это правильное нахождение общих интересов и это общая задача это не задача кто кого передавит передушит и переговорит просто утомит и если хочешь создать устойчивые отношения то тебе не надо передавливать не надо до этого доводить просто это все равно потом разрушится твоя победа она кажется такой эфемерные да ты потом все равно длинным последствиям что надо думать не про не только про результаты сейчас про некий устойчивый результат длинную что у тебя получается конечно и и и Продолжение следует...